Доброе время суток. Сегодня будем наблюдать за Windows 10. Товарищ скандачка меня там закламировал. Какое-то там количество людей подписалось. Новых, не знаю, или 10 или 20. В общем, прошло пять лет. До этого я последний раз пользовался Windows где-то полгода назад. Постепенно, как можно понимать, частота использования Windows постепенно снижалась. То есть, если я там в одиннадцатом году, в апреле или когда я там в марте перешел, я пользовался с половиной на половину. То есть, у меня был макбук подключенный и PC к одному тому же монитору. Там какой-то Samsung LED появился. Там был HDMI и DVI-выход. И можно было переключаться между одним и другим вот просто устройством. И вот так получалось, что работал я на макбуке. То есть, печатал там документы, сидел в интернете, а на PC под конец просто поудалял все к чертой мать. И там остался только Steam, игры и геймпад. Кстати, геймпад надо продать к чертой бабушке. Потому что с PlayStation он нафиг не нужен. И вот, собственно, Windows 8 я пропустил. 8 и 1 тоже. Поэтому я буду сравнивать с 7. И вот сейчас скачал какую-то сборку. поставил на рельсы на Parallels 11. И буду вот сейчас выключать свою рожу. И вы будете только слушать мои радостные или не очень удивления к тому, как все поменялось. Единственное, что я хочу сказать, что вот у меня макбук 10.1, по-моему, называется, да? То есть, там Core i7, 650-я печь и 4-поточные, ну, 8-поточные, получается, i7, 8 групп оперативки. И когда я запустил виртуалку, в течение где-то 5 минут она там что-то настраивала. Вот кто покупал Windows Phone аппарат, и он там в течение 10-15, если не 20 минут, вот ты его первый раз включаешь, начиная там в 530-й Lumi и кончая там 10-30 или 10-20, я не помню, как она называлась, вот вы ее включаете, и у вас первичный настрой в течение 10 минут. Вот у меня на SSD винда настраивалась первые там минут 5, я ничего не мог сделать. И что еще мне понравилось, там интерфейсик нормальный, сразу пароль ввести надо, и можно сразу поставить галочки и отключить Keylogger, то есть вот то, что Microsoft сейчас маркетологически всем впиндюривает с Windows 10, что типа мы не запоминаем для лучшего вашего потребления контакта все, что вы там вводите. Кто забыл, эта программка называется Keylogger, когда она пишет все, что вы нажимаете на клавиатуре. То есть это шпионаж на уровне операционной системы, хотя вот по этой причине я никому не буду рекомендовать обновляться до десятки, пока они это не выпилят. Либо ставить какие-нибудь программы, я сейчас думаю уже есть какие-нибудь программки, которые на уровне реестр убивают все эти обновления, чтобы на десятку не обновлялось, либо убивают уже в самой десятке, чтобы это все никуда не стучало. Ну, собственно, рожа исчезни. TX. Это у нас Windows предлагает разрешить доступ к компьютеру. На самом деле пришлось в рельсах, в параллель смысле, поменять кое-что, поэтому... Это я со второй попытки загрузился. Вот видите, док у нас появляется. На самом деле загрузка это тоже вторая, потому что я не писал видео с экрана. Поэтому попытаюсь восстановить то, что я делал. Вот это OneDrive, который, ну, относительно можно пользоваться. Вот эти иконки, которые тоже большие, мне нравятся, потому что зрение у меня плохое. И вот эти иконки и кнопки, которые, как я понимаю, их еще нажимать можно. Это тоже хорошо. А вот эти все менюшки и иконки, то есть интерфейсы окна, вот это очень хорошо. То есть большие, крупные. Я понимаю, что они делали больше под режим планшета, да? Но все равно большие иконки мне нравятся. Вот, по крайней мере, больше плюсов в этом, так как здесь нет вот этих вот больших окон, как на Винде до этого было. То есть вот можно было сделать минимальные окна, но жирные рамки бессили неимоверно. То есть ты начинаешь работать вот как-то так, да? И здесь тебе половина... А, кстати, уведомления по звуку мне более-менее не нравятся. Кстати-кстати, насчет звука. Все окошки менюшки мне понравились. Темы, пуск, фон. Так, воу. Воу. Какая глюковина. Так. Ну ладно-ладно. Темы. Во, параметры звука. И вот эти все икошки... А, икошки. Окошки нормальные, вот по умолчанию звуковая схема всегда на Вине должна быть без звука. Ух ты, вот это вот мне нравится. Естественно, включать не надо, но возможность это изменить уже хорошо. Не знаю, сколько лет понадобилось. Вот это тоже не знаю зачем. Микрофон тоже вроде бы... Вроде бы, вроде бы работает. Надеюсь, мне запишется. Окей. Пуск. Эмм... Вот так вот. Та-да. Воу. Ну, как я понимаю, так было в... Windows 8. Вернем так, как было. Шо было... Отстань. Ауто-дэнтично. Ти-икс. Легкий снегопад. Кто у нас выскочит тут? Погода. Цельсий. Файнгейт. Ну да, Москва. Ну давай. Бру-бру-бру-бру-бру. Па-па-пу-пу-пу-пу. А мне... А, не, ну правильно здесь растет, да. Минусы идет. Воу. неплохо неплохо что могу сказать пятница дефолтное приложение максимум минимум 87 год мой год между чем-то косатки суббота восхода луны все как у людей это что такое карты нехило это че такое по год за прошлые годы а нафига на мне лет прогноз такой приложение прикольно конечно вот это че такое что за человечки отзывы от windows ну естественно он как бы windows меню здесь не пошла учетная запись у меня есть на эти вводить никуда не буду отмена блин windows то есть отказаться как-то от создания я не могу уже хорошо так магазин магазин вау вау я это типа обстоя до маков стоя только для для windows тоже неплохо давай побежали lacroft у меня кстати на playstation такая же по моему либо нет 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 это я на мобильная информация процессора ёшкин кот так ладно приложение приложение вконтакте фейсбуке все это у нас есть то бесплатных неплохо блин вот прям хочется залогиниться но помню что здесь кейл логер на аппаратном уровне как-то не хочется здесь у нас регистрация понадобится на а этого мы делать не хотим новый обзор есть а вот это у нас проблемы фейсбука неплохо неплохо магазин они делают сапстора слезали из google play я не знаю нам все таки с макапстора но мне нравится где-то нас игра скоробокса тут есть приставки майнкрафт теперь включая красную пыль windows дробь коробокс а рабочий стол и рабочий стол и это хорошо единственное что не нравится это как сверху нету по его привычные мне панели и партон и на на углы вроде бы до сих пор нельзя ничего вешать ух ты билл гейтс анимация интересная другие места допустим ой что это нас так такое выскочил как тебя зовут x one drive нет как проделал зовут не explorer настройки не этот интернет explorer а где там новый такой этот ой 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 какой ужас нет интернет explorer пользоваться не будем тут какой-то новый браузер должен быть калькулятор фига си ой какой какой калькулятор допустим допустим вот так да но это у меня проблема и плоской юштин юштин а вот это куч время часов минут мощность в сша отдельное обозначение лошадиных силах то есть там лошадки немного другие на неплохо не просто отражал просто лошадиная сила не выйдите как ослиная сила хладной мощного калькулятор ладно понравился так карты загрузить skype это отлично что у нас тут все приложения а x кара бокс но это круто конечно тут тоже сам microsoft или иксбокский номер понадобится закрыть но это да ну и здесь хэлла вот это майнкрафта вот это что за четко понятия не представляю не похоже это на это какого кстати что там на иксбоксе происходит мнение не где-то здесь есть дефолтный браузер ладно проводник не вот эти менюшки мне все нравится это все новое то что это можно включить выключить виде все где у нас свойства вот все как они сделали интерфейс на мне очень нравится пользоваться я думаю можно будет намного удобнее это че такое 3 значки чего а так мой компьютер ладно мой компьютер вот это моя железка собственно название процессора все остальное защиты системы диспетчер устройства это на самое важное отчет у нас тут не определилась до сетевые адаптеры у нас все нормально вроде бы определился относительно видео адаптеры а шестьсот пятидесятая печь не определилась так а виртуальному не нету базовый видео адаптер параметку ёшкин кот где-то здесь браузер должен был быть и microsoft а какой-то новый не картона нет как там то называется который у них браузер почта почта у них интересный outlook или это отдельный клиент надо залогиниться ладно по интерфейсу мне все нравится ну скажем так стал лучше чем было ой ой он даже не не на ухты поевью есть это не неплохо неплохо товарищи ой блин вот честно говоря windows 10 они хорошо допилили вот что сейчас какие мысли возникают где что должно находиться оно как-то почему-то сразу находится то есть я считаю это достижение для windows то что тут такая вот инди интуитивность появилась то что обычно даже ну хуже все конечно на линуксе но на макосе это уже давно есть допустим ой ой какие какие большие менюшки нет не нравится честно говорил в этом видео нет за ним не хай новая поэтому все вот эти вот большие менюшки пускай они даже заточены под режима какого планшета это очень даже хорошой календарик блин отлично так это у меня не то как здесь вот это вот панельку вызвать начало работы это не то пытаюсь найти еще один браузер где-то здесь был поддержка мне нужна техническая поддержка microsoft edge отлично вот мы его нашли вконтакте яндекс извините уже неплохо вот все хотят мои по мой телефон вот лучшим денег далее ладно как-то там отлично это не неплохо неплохо так как переключать языки на windows кто мест напомнит я же не помню как язык переключать на windows команд кстати вот и настройка языка распознавание голоса так да то 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 оборудование звук оформление персонализация вот это уже хорошо свойства чего каналь задач вот вот так вот использовать маленькие сверху да ладно да ладно windows да да ладно да не может быть ёж 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 без этого нельзя не но windows но вот это вот тоже вот это уже круть вот видите выскочил выскочила сказал более но вот конечно понимаю что интерфейс они не переделают но само удобство хотя бы вот так вот все это делать конечно это аналог дока но все таки вот возможность сюда это перенести чтобы вот это вот внизу ничего не маячила не давила да что это уже интерфейсная такая психология то есть если у вас внизу ничего нет это воспринимается на ноги лучше чем когда вот эта вот стена внизу получается вы на ней как бы так сидите а тут сверху вроде бы не маячит ничего ладно в этом хотели язык поменять да вот сейчас windows конечно плохо будет то что я буду постоянно нажимать на команд который здесь кнопкой старта является допустим ну собственно единственное зачем нужен интернет-эксплорер это скачать ой блин это скачать google chrome windows 10 87 vista xp и спасибо папка загрузок открыть папку давай мне мне нравится как интерфейс делал вот ничего лишнего это что такое сейчас было ну открывай папку а ух ты ух ты вот почему вот этого нельзя ну да 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 мне сейчас нужно все все знать какая какой у нас какой у нас страшный интернет сначала кейлогер запечатать в операционку в том что ему рассказывать какой интернет страшный да 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 ой настройка выдачи таких уведомлений вот отлично макасов спасибо больше не канифоль мне мозги да ладно тут еще права администра блин да забыл у меня здесь админ не админ то есть здесь надо по другому заходить так же как на семерке вот это вот установочное окно мне нравится как все это работает как ты все отображается достаточно не хорошее впечатление все что я могу сказать пока по первым делам а сейчас я залогинить какой нибудь логин не знаю них целая куча мне только от google chrome почт почта штуки 4 из них все естественно пользуются иначе нафига не нужны а windows конечно все это выглядит немного по-другому то есть вот верхней панели низко не хватает очень сказочно настройки войти ладно вот честно боюсь сюда собачивать свой аккаунт то есть чтоб он все это подсосал хорошо сказал чтоб он все это подгрузил поэтому сейчас сделаем паузу залогинився какой-нибудь аккаунт или не надо что нам еще от микросов нужно в принципе думаю вот 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 что нам еще нужно от google chrome больше это вот фига вот мне сейчас это знаете андрей чем-то андрей чем-то мне напоминает ну ладно по дефолту вот это что за менюшка вот он фига себе а это еще и кнопки черпас побрал о не беспокоить отлично с отстань сразу это включим все параметры и и и ёшкин код так допустим уведомление ух ты часы громкость нам не нужны и питание нужно индикатор нужны центр уведомлений нах они не нужен большие менюшки болен так радует я вот прям 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 радуюсь определение размера приложений а это нас высчитывалось так ладно так попробуем тачпадом но относительно можно пользоваться вот что-то здесь у многозадачность нет без мышки на винде пока плохо не будем себя мучить либо здесь скролл надо настроить по-другому либо другой влезть такой вопрос что я не знаю уже куда так-то работает прикрепить показать хорошо режим планшета отключить наш не нужен экономия мазарда отключить иди отсюда нафиг опять они за нас делают нам хорошо в принципе apple это все делает при включении это и отлучить через слово никогда здесь наконец-то в ноутбуке даже ноутбуки есть отлично дополнительные параметры питания на вижу они не слишком не слишком это все это у нас запретали изменили закросят уже наконец хранилище о возможность выбора диска куда сохранять вот это кстати хорошая фишка автономные карты это нас связали наверно с этого тоже сыпла карты музыка проигрывать и кстати музыка понятно а системе диспетчер устройств еще раз писаем меня поделился видео у нас тоже не определилась батарея аудио выхода ладно хай с ним битлокер это нас чего а это у нас шифрование управление дисками тоже неплохо форматировать интерес кой какая хорошая штучка когда она здесь не был кстати вот инструменты разметки разделов что-то в как там последние и 7 эти называют или капитане что-то они там перемудрили говорят но здесь вроде бы визуально осталось все более не менее также ладно все поменяли вроде бы неплохо 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 ну как то я думаю вот этот блин радует мне не моя не представляете как это у нас все а это макрософейдж то есть это все таки вот это говно было это которая есть этот вороге ну ладно ножницы будильники часы вот это самое важное мне надо знать кто кого убил календарь музыка get office конс о как а отлично по и становитесь и Эй, 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 иди отсюда, Windows, 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 стоп, фу, фу, Windows, фу, черт, фу, Windows, Windows, не надо мне от тебя ничего, иди в, кхм, QX, какая, какая хорошая система, как жалко ей пользоваться не буду, так, отстань, так, 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 подожди, отлично, давай вот так, и вот так, раз, отлично, как между ними переключаться, это что, мне каждый раз так нажимать надо будет? Не, ну так, не, это не канифоль, закрепить, переместить эту иконку, как-нибудь можно у тебя в бок, как в доке нормальном, а? Показать, чего-чего, а это у нас вот эта вот фигня, ага, не, ну, Microsoft, а вот это вот внизу, наверху, например, нельзя показать? Допустим, с тропкой Блин, ну, Microsoft, ну, надо, чё, 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 чё? Почему на полокна, я не понимаю? Ой, чё это у нас так? Ну, ну, что я вам могу сказать, что-то в этом есть, конечно Google Chrome, вот не надо мне вот это вот говна ещё вот выкидывать своего А-та-та-та 8 Настройки, проценты, тоже неплохо Я думаю, дело надо завершать это Восторги у меня получились, что-то получилось, там надо дальше копаться Почта, смотреть, чё это такое но вот на первый взгляд системка такая красивка и удобка где-то мы через и закроем ну давай включайся